Добрый вечер, уважаемые телезрители! Здравствуйте! В эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы пообщаемся с людьми, которые делают нашу жизнь слаще. Они своего рода волшебники, которые дарят сказку не только детям, но и взрослым. Но и повод для встречи с ними более чем достойный. Не так давно в немецком Эрфурте прошла Всемирная кулинарная олимпиада. Она проводится уже более 100 лет, раз в 4 года. На этот раз в ней приняли участие более 2000 кондитеров и поваров из 50 стран. Всего белорусы привезли 5 золотых, 11 серебряных и одну бронзовую медаль. С медалями с олимпиады вернулись и наши земляки. Сегодня у нас в гостях обладатель золотой награды, кондитер Открытого акционерного общества «Гомель Хлеб Пром» Дмитрий Антипенко. Дмитрий, добрый вечер! Добрый вечер! А также обладательница серебряной награды, кондитер филиала Жлобинского хлебосавода Нина Яковчук. Добрый вечер, Нина! Добрый вечер! Уважаемые гости, разрешите вас поздравить с очередной очень яркой победой во всех ваших достижениях. И хочется услышать о ваших впечатлениях от Олимпиады. Впервые ли вы принимаете в ней участие? Да, первый раз попали на такое мероприятие. И так успешно, Дмитрий! Да, да, да. Раз в 4 года, как вы правильно сказали, проводится. Впечатлений масса. Очень понравилось. Поваров, работы очень мелкие, пирожные, очень вкусно все, красиво. Вы даже пробовали? Ну, было, да. Было пару моментов. Можно было подойти, попробовать. Кондитерские произведения тоже очень на высоком уровне. Ну и мы на высоте. В Олимпиаде в Эрфурте я участвовала первый раз. Мне очень все понравилось. Впечатления очень яркие, эмоции зашкаливают. Все было на высшем уровне. А что вот такой массовый, такой значимый старт в кондитерском деле отличается? Чем он отличается от других подобных? Всякие же у вас конкурсы проходят кондитерского искусства? Ну, это такое именно мировое признание. Наверное, более масштабного? Да, более, да. То, что у нас проводится, это как бы так, ну, местного значения. А это именно мировой уровень. Расскажите, кто организатор и каков масштаб? Участники из каких стран присутствовали на Олимпиаде? Участников было очень много. Это были и Новая Зеландия, и Австралия, и даже Мексика. Очень много. И из Канады. То есть люди приехали со всего мира. Потому что действительно очень большое мероприятие масштабное. Гостей, полный зал. А кто вот имеет возможность участвовать? Каковы вот критерии отбора для Олимпиады? И вот частная форма собственности тоже может заявиться? Участвовать можно. Участники должны быть какие-то условия, да? Просто так не попадешь на Олимпиаду, и какие-то регалии должны быть уже к этому времени у повара. Нет, не обязательно. Может участвовать любой. Как профессионал, так и любитель. То есть не как в спорте? Нет. Категории подразделяются на любителя и профессионал. Да, оценки именно идут как профессионалов отдельно. То есть они как бы повыше, потому что профессионалы, у них уровень выше. И любители. Он там чуть попроще, потому что люди как бы дома, где-то еще так тренируются. И у них оценки тоже чуть пониже. Но может участвовать любой. Платишь взнос, определенную сумму денег и участвуешь. Каждый участник готовил номинацию, которая ему по душе. Например, можно было готовить карамель, можно было сделать работу из шоколада, из сахарной мастики, цветы, например. Можно было сделать пастелаж, из теста, все что угодно. Как бы категорий много, и каждая категория оценивается отдельно и по-разному. Ну, как бы все свое. Например, для цветов нужно было составить композицию из 4-5 наименований цветов, чтобы они сочетались по цветовой гамме и по составу цветов. То же самое и с листьями. Листья должны быть и прямые, и фигурные, и гладкие, и блестящие, и матовые. Все должно быть разное. То есть определенные требования все-таки есть. Да, да, да. Обязательно. А вот кроме кондитеров ведь и повара тоже участвовали. Да, повара были тоже как индивидуальные, так и командные. Это когда вот приезжает команда определенной страны, и в течение 4 дней они готовят, например, начиная с десертов, с горячих блюд, с закусок. И вот в течение этих 4 дней ходят жюри и оценивают каждую отдельную номинацию. И потом по сумме баллов, у кого как, кому золотая медаль, кому серебро, бронза, там уже по сумме баллов определяется. Это вот как в спорте нету такого, например, как вот кто быстрее пробежал. 9 секунд, значит ты чемпион. Здесь критерии оценки это вот набрать определенное количество баллов. То есть ты набрал, ну к примеру, от 90 до 80 баллов ты набрал, значит у тебя золотая медаль. То есть как оценить красоту? То есть тут нету такого, кто красивее, кто нет. Только вот по баллам. Дмитрий, ну давайте уже, вот стоит у нас в студии сегодня, это ваша олимпиадная работа, правда не полная композиция. Да, это маленький кусочек, да, то есть целиком она как бы назад не доехала, только несколько элементов. Работа полностью из шоколада, то есть нету никаких несъедобных элементов, то есть можно отломать и зуб. И глаз вырвать. Да, и глаз вырвать, да, тоже можно съесть. И стоять она будет храниться, вот если вот поставить не будет жарко, год-два, это просто как вот выставочный экспонат. Я бы никогда не сказал, что это фигура из шоколада. Мне вот кажется, вот впечатление, что она из воска, например, или еще из другого материала. Что нужно, какими способностями обладать, чтобы соорудить такое произведение искусства? Ну наверняка нужно хотя бы навык и художника тоже иметь. Ну и художника тоже, да, скульптора. Потому что просто кондитера здесь недостаточно, однозначно. Ну и свойства материала, наверное. Да, тут еще нужно, да, нужно еще обладать неким умением по работе именно с шоколадом. То есть одно дело, плитка шоколада, которую купил в магазине, ее можно растопить, добавить там определенные ингредиенты, смешать, разогреть. И получается масса для лепки, масса для еще чего-то. И есть даже специальные красители для шоколада, и это пищевые. Нет, если ты такая яркая бабка-ежка, и ты поняла. Да, 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 это все благодаря этим вот пищевым красителям, которые именно для шоколада. И потом уже начинаем лепить, как женщину. То есть просто... То есть только необычно. Все руками делается? Да, все руками. Есть некоторые моменты, которые используются, там, это всякие выемки, силиконовые молды. Но это просто как для дополнения. Но все делается руками. То есть машиной такого не сделаешь. Чего не хватает в этой композиции? Ну, не хватает, конечно, много всего. Была еще очень большая тыква, были коряги. И даже ведьма летела в ступе. Но это все назад не доехало. Только доехали именно вот как раз такие большие элементы, которые сумели сохраниться при переезде. Как вы умудрились все это довезти? В автобусе везли? Да, мы ехали вот автобусом. Да, целая команда как раз загрузилась в автобус. Очень так ехали, переживали. Потому что... Как-нибудь можно было на границе стоять. И там же обычно, если это летнее время, то... Нет, тут мы как раз попали в такое время, что хорошо было прохладно. Ну, в автобусе не жарко, тем более в багажник большой, там не отапливается. И очень хорошо все доехало. Но все равно едешь и каждый раз переживаешь, а вдруг там что-нибудь отвалится. Конечно, транспортировка, конечно. Ну, у меня так и случилось. Я ехал, да, там вот в коробке кое-что развалилось. Еще до Олимпиады? Да, до. Ну, хорошо, что мы выставлялись как раз таки на третий день Олимпиады. И именно в гостинице я брал с собой все предметы, которые необходимы. Склеивающие. Да, плитки, шоколады. Все, что можно. И в гостинице уже на столе дорабатывал, потому что чуть-чуть не доехало. Ну, наверняка это не спонтанный образ выбранный вами, а подготовленный, правильно понимаю? Ну да, специально для этого мероприятия была придумана эта идея или как-то взята за основу. Потому что как раз Олимпиада проходила в преддверии всем уже, даже нам, любимого праздника Хэллоуэн. А там это в Европе очень распространенный праздник, поэтому именно выбрана именно эта тема. Тем более там очень любят страшных всяких персонажей и бабушек. Ну, замечательно. Я удивляюсь, что вот уже столько времени прошло, а эта фигура, она до сих пор стоит в целости и сохранности. Никто не попытался что-нибудь там отломать, грибочек там, например, попробовать. Где вы ее храните? Ну, она хранится просто, стоит стеклянный куб. На работе у вас либо? Да, на работе стоит просто стеклянный куб. Ну, конечно, если бы он домой ее принес, то уже давно бы не было. Сын Ванечка обязательно. Ой, съел бы, это было все, грибы. При том, что да, на выставке, оно же как бы открытое пространство там, и по грибочку-погрибочку люди все-таки брали себе на память сувениры. Ну, что как бы всем хочется посмотреть, притронуться к этому всему. Тыквочки тоже вот на недоехали, потому что все интересно. Через лет пять у нее и клыков не останется, мне кажется. Каких пять, Саша, я думаю, раньше. С Дмитрием работой все понятно. Нин, расскажите вы о своей работе, с каким материалом вы работаете, какой ваш любимый, и о работе, собственно, олимпиадной. Я работаю с мастикой, больше всего мне нравится мастика. Я пробовала работать и с карамелью, и с шоколадом, но все-таки душа больше лежит к мастике. Он более такой пластичный. Податливый. Да, податливый материал. С него можно и фигурки слепить, и цветочки сделать, все что угодно. Ну, а работу свою, я вообще люблю садовые цветы, и это меня вдохновило сделать именно работу таких более, они как бы смежная получается, осенняя и конец лета. Вот у меня были в работе астры, подсолнухи, хризантемы, альстромерии были. Работа получилась яркая, красивая. Я считаю, что я ее выполнила на все 100%. Вот моя задумка, то, что я хотела, я воплотила полностью в этой композиции. Она очень красивая, настолько естественная. Спасибо. Смотришь на эти цветы, и кажется, что вот они живые. Золотые руки у вас. Спасибо. Молодцы. Скажите, как реагировала публика на работы белорусских призеров Олимпиады во время хлебного салона, во время выставки Prodexpro 2016 в Минске? Ну, вот все точно так же и спрашивали, неужели это можно съесть? Все хотели потрогать. Отломать, отломать, с собой взять, и все спрашивали, да, а как это можно сделать? Поэтому всем очень было интересно. Чтобы всех ответить на вопрос, выдавали, наверное, врубать. Да, да, все вот просто стояли и рассказывали, что это вот шоколад, его можно съесть, потрогать, понюхать, с чаем потом закусить. Не бойтесь. Да, да, оно не убежит, оно не страшно. А что жюри как-то отмечало, может быть, белорусские именно работы? Как-то они отличались от других европейских стран? Ну да, у нас как-то вот более работы отличались, потому что привозили именно работы, они были, ну, более-таки пострашнее. Наши все-таки добрые. Добрые все-таки. Вот Баба-Яга, вот она немножко... Вот все-таки в характере славянском. Да, да, она вроде как и Баба-Яга, но она все равно добрая, потому что там работы были намного злее и намного страшнее. Они любят в Европе такую вот именно работу, именно чтобы хищное что-то такое с кровью. Вот не знаю почему, вот у них это больше нравится. Очень хорошо работают с мастикой из Кореи, Японии и вот именно южные страны. У них все прям вот ногтик к ногтику, прям вообще очень так вот тоненько. И у них вот один был представитель, по-моему, Новой Зеландии или вот что-то вот там маленькое какое-то государство. У него было три золотых медали и одна серебряная. То есть он привез четыре работы. Это на каком уровне надо было сделать, чтобы именно вот три золотые медали. В чем секрет интересный у них? Не знаю. Вот они, наверное, такие вот все прям вот сидят и там вот и две петли, 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 петли. Да, да, да. Поэтому... Но у нас все равно отличаются работы, потому что именно у нас какая-то есть какая-то своя доброта. И вот именно своя ниша, в которую вот белорусы привозят каждый раз работы с медалями золотыми и серебряными. Двое обладателей медалей из всей белорусской команды сегодня в нашей студии. Ну а еще, я так понимаю, как минимум 15 обладателей разных номинаций. А какие-то номинации были представлены на Олимпиаде? Ну, как вот работа из шоколада были, сахарные цветы, работа из теста. Пастилаж. Работа из пастилажа. Марципан. И марципан. Работа с марципаном. Девочки были изо всех областей. Девочки, потому что был я мальчик один, и еще был один, да, мальчик из города Борисова. Но так в основном все работают именно в хлепромах. То есть государственные предприятия, которые вот Гродно хлепром, допустим, Витебск хлепром, Могилевская компания, Домочай. И был один представитель именно малого бизнеса, он работает сам на себя. То есть он как бы все равно поехал, решился. Осмелился, да? Да, осмелился, что бросил свой бизнес вот на, не знаю, на замов, на рабочих. И поехал на неделю именно. И привез оттуда серебряную медаль. У него было, да, у него был большой каравай и привез серебряную медаль. Откуда этот человек? Борисов. Артем зовут. Большой привет, если смотрит. Не пытались ли вас переманить зарубежные, так сказать, руководители компаний там или еще чего-нибудь такого? Нет. Не было ли предложений? Нет, предложений не было именно зарубежных. Но приезжали вот братья наши славянские из Украины и предлагали именно просто провести мастер-классы. То есть поучить своих. Это вот с Украины и с России были люди, они как бы тоже привозили работы. Ну, то есть не хотите к нам приехать подработать. То есть показать, поучить. Тем более вы уже знали результаты, уже ходили все с медалями, а так переманить нет. Награды это хорошо и представители Гомельской области в последнее время все чаще завоевывают призовые места на международных соревнованиях. Так, в Литовском Каунасе для юных гимнастов клуба «Спортданс» выступление в Литовском Каунасе завершилось очень даже успешно. Бронзовую медаль в Гомель привезла воспитанница клуба спортивной аэробики Диана Саковская. Предлагаем сделать небольшую паузу в нашей беседе и посмотреть сюжет. Диана Саковская открыто улыбается и охотно делится впечатлениями от поездки. О спортивной выдержке, идеально выполненном шпагате и строгости судей в подробностях. А еще о получении личной медали, на пути которой обошла 60 лучших гимнасток из четырех стран мира самой популярной номинации. Соло девочки. Ну, скорее всего, для того, чтобы доказать себе, как спортсмену, что я могу и умею. Я не знаю, кем я стану в будущем, но спорт явно останется в моей жизни. Это, наверное, часть меня. И эта медаль будет как память. Это моя самая первая медаль за соло в 12-14 лет. Достижения юных гомельских гимнастов оценивают, конечно, и по количеству наград. Их не перечесть. Но куда важнее то, что в течение девяти лет на престижных европейских соревнованиях по детской спортивной аэробике стабильно звучит название клуба «Спортданс», который вырос, по сути, из факультативных занятий в общеобразовательной школе. Конечно, у нас были и групповые упражнения, и трио, и пары, и мальчики у нас участвовали. Но поскольку это девичий спорт, самая жестокая конкуренция – это среди девчонок. Идет жесткий отбор и споры даже в судействе. И мне этот раз было очень сложно. Судить нужно объективно. Сегодня в «Спортдансе» тесно сотрудничают со школой гимнастики Олимпийского резерва в плане тренерской поддержки. Но спортсменов по-прежнему выращивают из числа учеников своей 45-й гомельской школы. Правда, думают и на перспективу. Работают даже с четырех- и пятилетними детьми. И во всем имеют поддержку руководства школы. Мы поддерживаем, скажем так, и в материально-техническом плане, и в организационных вопросах, когда нужно решать вопросы с отъездом группы в короткие какие-то сроки. Где-то помогаем, организовываем дополнительные занятия. На нашей базе часто проходят тренировочный процесс, соревновательные. Рассказали вы нам о своих последних достижениях. Очень хочется еще послушать, с чего началось ваше увлечение кондитерским искусством, делом. Поделитесь своими историями. Лежа на печи у бабушки в деревне, смотрел, как она крутила пироги всякие, с начинками, без начинок, с вареньем, ватрушки. Особенно интересно было, как розочки делала. Бабушка у меня была, да, такая вот очень... Творческая. Да, очень творческая подходила даже. Если это были обыкновенные пироги, то их надо было обязательно чем-нибудь украсить листиками. Вот она первый раз показала, вот смотри, Зимка, вот надо вот этот листик вырезать вот так, вот тут надо вот так вот чуть-чуть поправить, тут добавить, а тут, смотри, вот тут нужно вот так вот залепить, чтобы оно не распылось. Ну и, наверное, где-то вот в подсознании я вот что-то... Ну, наверное, надо вот как-то попробовать, чтобы у меня тоже так получилось. То есть вот, при том, что я вот учился, закончил 35-е училище наше Гомельское, и училось со мной 5 парней. По специальности работаю только я. То есть, наверное, это был все-таки осознанный выбор. То есть я не хочу никуда вот именно идти руководить, а мне нравится именно вот этим заниматься, лепить, радовать людей. Это же просто праздник, приносят домой ребенку торт, а он весь такой на радостях, ой, это же надо было такое сделать. Поэтому осознанный выбор. Но вы, Дмитрий, не единственный в семье кондитер. Вы же на хлебозаводе работаете уже сколько лет? 12 лет. 12. Именно там познакомились со своей будущей супругой. Да, было дело. Она у вас тоже кондитер. Да, было такое дело. Дмитрий, как вот два кондитера в одной семье? Не приторно сладко, в меру сладко. Ну, в меру, да, бывает, конечно, и не сладко. Ну, в основном справляемся с этим, да. На свадьбе было горько, так что. Да, да, да. Ну, справляемся. Наверное, все-таки есть у вас в женщинах какая-то такая вот изюминка или как-то хитрость такая, что надо вот обойти, подойти, потому что все-таки, да, и на работе, и дома вместе надо углы сглаживать. Ну, вот жена как-то сглаживает, у нее получается где-то подсказать, где-то наоборот промолчать. Ну, справляемся. Иванечка, сын вам в этом помогает. Ой, да, это да. Это, папа, можно я к тебе на работу пойду, посмотрю, как ты это делаешь, потому что, как бы, видит, что вот фотографии туда съездил, оттуда привез. Папа, может, я с тобой приеду, можно я посмотрю? Ну, как бы нельзя, давай, вот, может, дома что-нибудь попробуем. Пластилин ему дома не интересен. Ему интересно, да, вот такие вот материалы тоже хочется, да, мне там что-нибудь полепить, что-нибудь попробовать сделать. Ну, дома делайте что-нибудь, помогает Ваня? Ну, да, бывает, вот, на праздники, на дни рождения дома, да, просят родственники сделать что-нибудь. Да, это тогда сидит просто надо мной. Папа, да, я буду делать. Ну, ладно, делай, вот уже, что с тобой делать? Пускай будет вся кухня во всем этом, ну, пускай расслабится ребенок. Конечно, конечно, надо уважать мужа. Лиза, скажите, а вот на работе, вот уже у нас в Беларуси, часто ли приходится выполнять такие работы, вот такого масштаба, как на конкурсе? Нет, вот, наверное, к сожалению, такие вот работы не заказывают, потому что это очень дорого получится. У нас, наверное, еще никто не готов только денег потратить. В основном, это просто... Тогда звучите сколько? Стало сразу интересно, сколько может стоить такая работа? Ну, если взять, если это взять торт, то это выйдет около где-то 300 рублей, вот эта вот полностью работа. С тыквой, с ящиком? Нет, хотя бы просто бабушка, да. А вот это только бабушка. Если уже все остальное, то это будет еще дороже. Можно сделать в миниатюре, то есть маленькая бабушка на маленьком торте. Чем больше бабушка, тем дороже обойдется. То есть дело все-таки не в исполнении, а в размере. Да, да, все зависит от... Чем больше, естественно, пойдет больше материала, больше продуктов, тем получится дороже. Были, конечно, да, большие работы, там, торты большие, но это все равно не то. Это просто торт с цветами, там, с фигурками, все. Ну, вот именно такие... Не такая тонкая работа, правда, как здесь много деталей? Это все-таки больше выставочный вариант. Показать людям ту работу и показать людям то, из чего можно сделать. Шоколад, карамель, цветы. Из съедобных материалов можно сделать вот такую красоту. То есть как бы съесть хочется, но нельзя. Ну, вот, красиво. Да, очень красиво. Нин, а как вы увлеклись кондитерским делом? Когда? Когда тоже очень рано. Лет с 10-12 я уже начала выпекать сама тортики разные. Конечно, подсказывала мама. Ну, и вот так вот любовь к этому и привилась. Потом уже пошла работать на хлебозавод. Нина, а для кого вы делаете жизнь слаще? Кто у вас в семье? Дочь у вас, наверное, есть. У меня дочь и сын. Дочери 19 лет, сыну 6 лет. Вот кому тоже повезло. Да, да, да. Для своих близких, в первую очередь. Я делаю жизнь сладкой, а также для своих любимых покупателей, которые и находят меня в интернете, и приходят заказывать в магазин, и к нам на работу, и телефон мой нашли. Если кто-то захотел, как говорится, обязательно позвонили и заказали. Дело в том, что всегда стараешься для каждого человека сделать что-то особенное, приятное, потому что каждый человек индивидуальный, и хочется его удивить чем-то. Каждый приходит со своей какой-то определенной картинкой. Кто-то хочет, чтобы ты воплотила в жизнь какую-то их мечту. И получается, что когда это получается у тебя, люди довольны. И вот это самое главное, я считаю. Да, я тоже это прекрасно понимаю. Не зря вначале сказала, что вы дарите сказку. Тем более потом очень даже интересно, что с ним, как они с ним обошлись этим произведением. Да, да, да. И некоторые люди звонят, узнают. Ну, всегда люди с благодарностью идут, потому что ты отдаешь всю душу. Душу вкладывается. Да, 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 обязательно. Без этого никакого торта и никакого букета не получится, если ты не вложишь душу и любовь к этому всему. Тем более у меня был такой недавно случай, девочки заказали торт на день рождения. Именинница не дала его съесть. Просто позвонили, сказали, Дмитрий, выручайте, потому что именинница не захотела этот есть торт. Сделайте нам просто обыкновенный, без ничего, просто обыкновенный торт попить чай. Ну, все равно же его нужно будет съесть. Ну, пускай успокоится человек. Я потом как бы связался по интернету с заказчиком. Ну, неделю он постоял в холодильнике, она просто смотрела, любовалась, но в итоге они его все равно съели. А как выглядел этот торт? Ну, это был день медицинского работника. Нет, нет, это был не день медицинского, это был день рождения у медработника. Да, и вот девочка как-то вот не захотела. Наверное, очень ей понравился этот торт. Там был в виде халата, с таблетками, со всякими прибамбатцами медицинскими. Она не захотела его есть просто. Кстати, у меня мелькнула такая мысль, что когда такую красоту получаешь, ну, действительно, нож брать в руки как-то сложно, наверное. Ну, это взрослым. Букеты, например, мои не едят. Они всегда стоят, да, и люди ими любуются. Я знаю, вот у меня есть заказчики, которые букеты уже стоят по два года, и с ними ничего не становится, да. Они не выцветают, они не отсыревают. Если они стоят в хорошей температуре комнатной, обычной, то они хранятся годами, эти букеты. И вот он стоит, как будто она только его получила. Также мы делаем и открытки разные, с пастеллажа, тоже с мастичными цветами. Тоже очень приятный подарок, я считаю. Или в магазин пойти купить открытку. Конечно, никакой стране не идет. Или сладкую эту открыточку, когда люди приносят. Во-первых, запах. Как бы ни было, запах мастики, он все равно есть всегда. И это очень приятно людям, когда им дарят такие вот открытки, либо букеты. Букеты обычные, с обычных цветов, ну, максимум неделю постояли, их выбрасывают. А эти букеты стоят годами. Цветы привычные. Приятно, конечно, всегда, но уже привычное дело. А получить такой букет, это, конечно, нечего. Да, тем более, что это все съедобное. Не просто вот цветы, которые искусственные, там, это же все сделано съедобного. И гостей порадовать. Вот такой, придет там и кто-нибудь такой, ой, что это у вас такой вот, оказывается, это можно еще съесть. Да, многие не верят вообще, что это мастичные цветы. Никто не верит. Когда первый раз люди с этим сталкивают, конечно, это смотреть в их глаза, когда у них удивление, это очень приятно. Там уже наверняка есть и несъедобные элементы. Несъедобные элементы присутствуют, да. Мы всегда предупреждаем, потому что и без этих элементов цветы, букеты не собрать. Обязательно присутствует лента, стейп-лента и проволока. Это обязательно. Ну, тычинки мы уже стараемся делать, конечно, вручную, чтобы уже было более натурально. Ну, все равно можно поотламывать, было бы желание съесть. Можно, конечно. Это все можно скушать, да. Но обычно люди сохраняют. Нравится. Дмитрий Нина, ну, конечно, Всемирная кулинарная олимпиада, это, наверное, уже пик такой, самое масштабное мероприятие. А какие победы, такие наиболее значимые для вас, были в вашей жизни вот до всего момента? Ну, первая золотая медаль была у меня на Всемирном кулинарном кубке в 2014 году в Люксембурге. Ну, вообще, самое больше всего запомнилось, это моя победа на областном конкурсе, просто среди хлебозаводов нашего Гомельхлепрома. Это, наверное, просто было в самом начале вашей жизни? Это было в самом начале, да. Это вот самое запомнилось, тем более меня запомнили, потому что в основном все женщины и девочки. А тут молодой человек пришел, полгода поработал, и уже там у него первое место и грамоты. Вот это вот больше всего мне запомнилось. Это вот первое мое впечатление. Нина, а вы о своих успехах в предыдущих? Ну, мне больше всего, конечно, запомнилось первое мое выступление. Это был международный конкурс в Минске 2014 года. И за букет свой я получила гран-при. Это было первое выступление в моей жизни и первая такая награда. Вы знаете, вы счастливые люди. Вот вы где-то первые шаги делали вот здесь, Дмитрий в начале карьеры, потом в Люксембурге. И вы сразу вас признавали. Не всегда. Есть когда, когда получается хорошо. А есть же такие моменты, когда можно что-то не довести и что-то разломать. Всего не учтешь. У нас дороги похуже, где-то получше. Везде. Может, вот будешь ехать, на ямке скок, что-то отвалилось. Ой, что же потом делать? У меня было такое пару раз, да. Работа рушилась прямо на глазах. Это шутка, наверное, картина. Два раза, да, полностью собирал работу, буквально отворачивался, и она падала. Поэтому не всегда получалось именно довести и доделать до конца. Для мастера, наверное, самое обидное. Да, да, это вот самое обидное. Хочется плакать, но мужчины не плачут, они обижаются. А сколько времени у вас ушло на изготовление вот этой замечательной работы? Ну, вот это я где-то делал около двух недель. Две недели? Да. Вы сказали, Дмитрий? Это как бы не то, что вот полностью я сел с 8 до 5, там, до 6 часов, я полностью занимаюсь работой. Нет, это периодически. Вот я что-то сделал, потом пошел другой работой занялся, ну, около двух недель. Нина, а вы свой букет сколько делали? Три недели. Три недели. Много тонких всяких. Да, 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 да. Очень много нюансов. За две недели, три миллиона, да, больше надо брать, больше, потому что сил больше вложено. Ну, это я же повторюсь, это же просто выставочный вариант. Конечно. Естественно, если бы, например, кто-то заказал такое, то сделали бы за два дня, потому что быстренько, тем более надо заработать денег. Но не думаю, что, конечно, бы это сказалось на качестве исполнения работы. Нет, конечно, сделали, даже, может, еще и лучше. Нина, Дмитрий, наверняка хотелось бы вам выразить благодарность людям, которые оказывают всяческое содействие в достижении этих успехов. Вам слово. Хотелось бы, да, огромную благодарность выразить нашему генеральному директору Веремеевой Наталье Викторовне за то, что находит и время, и денежные средства на то, чтобы нас отправить и чуть-чуть подучить. Поэтому огромное и большое спасибо, что находит все-таки время на это все. Спасибо, Ниночка. Я тоже хочу выразить большую, огромную благодарность Наталье Викторовне за то, что она нас поддерживает, никогда нас не бросает в трудную минуту, всегда нами гордится. Мы ей говорим за это огромное спасибо. Еще хотела бы, конечно, отметить своего директора Жлобинского хлебозавода, это Климов Григорий Владимирович. Ему тоже огромное спасибо. Ну и девочкам нашим огромный большой привет за то, что терпят, мы же работаем, как бы к работе. А они за нас. Да, они за нас переживают. Так что девочке большой привет. Девочкам привет. Спасибо вам огромное за теплые слова, за то, что пришли к нам сегодня в гости. Хочется пожелать вам творческих успехов дальнейших. Пусть работы ваши будут дальнейшие не менее замечательные, грандиозные и новых побед. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну а телезрителям мы напоминаем, что этим вечером у нас в гостях были победитель и обладательница серебряной награды на Всемирной кулинарной олимпиаде Дмитрий Антипенко и Нина Яковчук. Дорогие друзья, добрый вечер продолжается. И мы готовы представить вам наших следующих гостей. Это актеры Гомельского государственного театра «Кукол» Андрей Вершинин, Диана Зимцова и Ольга Белопухова. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Не так давно в городе Мюнхене состоялся восьмой международный музыкально-театральный фестиваль «Юла», в котором наряду с ведущими театрами Германии, Австрии, Израиля, Украины, России, Беларусь представила коллектив Гомельского государственного театра «Кукол». Наши собеседники вместе со своими коллегами на этом театральном форуме представили международной публике спектакль «Файвилл» «Басня». Он был отмечен дипломом фестиваля и получил высокую оценку немецкой публики. Ребят, ну расскажите, о чем, собственно говоря, этот спектакль и какое место он занимает в репертуаре кукольного театра. Спектакль затрагивает разные темы. В спектакле представлено 11 басен «Ла Фонтена». Басни достаточно известные. Басня «Стрекоза и муравей» знают все. Басня «Ворон и лис», «Ворона и лисица» известная нам. Какие там еще есть басни? «Волк и конь» Гармония всеобщего безумия. Именно так чаще всего характеризует сюжет этого спектакля. Можете с этим согласиться? Да, наверное, потому что изначально это шло от режиссера в сторону актеров. И мы нашли какую-то общую гармонию всеобщего безумия. И получали великолепное наслаждение, потрясающее, которое запомнится на всю жизнь. И, естественно, это отразилось в спектакле, на наших образах и на постановке. Как создавались эти образы? Долго ли они готовились? Потому что, я знаю, что подготовка к этому спектаклю заняла огромное количество времени, насколько мне известно. Больше, чем обычно у нас в театре занимались. С чем это было связано? Очень много физической работы было проделано режиссера вместе с нами. Он подготавливал наши тела к спектаклю. Там элементарно какие-то хореографические движения. Он старался, чтобы мы почувствовали его, ну так, не сразу бабах и делайте, а как-то потихонечку вводил нас в атмосферу спектакля, чтобы мы полюбили то, что он уже любил. Это было что-то новенькое для вас, да? И тем, наверное, интереснее. Кардинально новое, потому что такого рода постановок у нас еще никогда не было. И, конечно, это были очень такие, сначала эмоции непонятные, и мы немножко были даже в шоке, в хорошем смысле этого слова. Потому что Юра Деваков, он такой специфический человек, очень творческий. У него потрясающая энергетика, которая просто, не знаю, заполняет все пространство. А специфически в чем именно? Ну, он необычный, он не такой, как все. Он, я не знаю, он замечательный. Это молодой режиссер. Чем можете дополнить свою колену? Он молодой режиссер, ему, по-моему, 32 года, да? Ну, где-то так, да. Он раньше работал в театре кукол в Могилеве, вот, а сейчас вот отделился сам. Он там создал лабораторию, как? Лаборатория Оскара Шлемера. Оскара Шлемера, да. То есть по производству и взращиванию артистов? Он ставит какие-то спектакли там, да. И выступает, они ездят тоже. У него есть свое какое-то видение, может быть, мира, и свое видение театра и спектаклей. И он создает что-то свое. Ну, может быть, на базе того, что он знает, он старается трансформировать театр во что-то новое. У него есть свой какой-то стиль. Ну, вот, он из ряда постановок каких-то, вот, его кардинально отличается. Можно понять. А, это, наверное, Юра Диваку ставил. Вот, я бы поняла, мне кажется. Это невероятные красивые костюмы, красивые лица людей. Они могут быть с ужасным гримом, но это красиво. Вот, он умеет создавать очень интересную, необычайную атмосферу в спектакле. Ну, вот, чувствуется. Но в спектакле нет главных, второстепенных ролей, нет кукол. У нас здесь нет. Нет. Это единое целое. Это какое-то... У нас каждая очень важная часть спектакля этого. То есть мы каждый друг друга дополняем. И как таковых кукол особо нет. А какие у вас роли? Расскажите о них. Ну, допустим, у меня роль Зайца, роль Цикады, роль Вор. То есть... Несколько ролей. Несколько ролей, да. И так у каждого человека нас занято там семь актеров. Вот. И как-то мы все на равных... Семь актеров, двенадцать басен. Да. То есть в каждой басне задействованы... Несколько. Несколько человек. Сколько у вас, Андрей, ролей в этом спектакле? Ну, у меня поменьше. Наверное, там я волк и вор. И, наверное, все. Но в каждой басне волк может взаимодействовать с разными персонажами. И он может быть разный. Наиболее яркие басни. Вот о чем они? Которые, может быть, наиболее сильные эмоциональную реакцию вызывают у зрителя. Ну, я думаю, что вы согласитесь со мной, что у нас нет каких-то таких прям ярких. Я знаю, что вот вообще басни Лафонтена, они вызывают у зрителей... Они особенно эмоциональны, да. И разные чувства, и отношения к персонажам. И там минимум привязки к морали все-таки. Но вот именно, что связано с эмоциями, этого максимум. Я прав? Вы правы, но в плане выделить какую-то конкретную басню я тоже не могу. У меня есть любимая басня. Ну, какие они? Да, я очень люблю басню «Конь» и «Волк». Я ее обожаю. Я не скажу, что она кардинально как-то отличается от других, да. Но вот нравится мне по темпо-ритму, по атмосфере, которую несет именно эта басня. Чему учит эта басня? Какой вывод можно сделать? Наверное, каждый делает свой вывод. Нет определенных каких-то рамок в каждой басне. То есть человек приходит, либо наслаждается визуально, либо он ищет для себя какую-то мораль, либо что-то еще другое. То есть нет у этого режиссера определенной задачи, чтобы зритель думал в каком-то определенном направлении. То есть здесь свобода мыслей полностью, как визуальная, так и внутренняя. То есть как-то так. Басня очень отличается от всех остальных ваших постановок. Как зрители реагировали? Все-таки необычно. Не каждому, наверное, по душе придется, да? Зрители очень по-разному реагируют. Кому-то нравится, кто-то в восторге. Ах-ха-ха-ха-ха. Ну то есть да, реакция есть. Он скептически к этому относится. Есть люди, которые пришли второй раз, потому что что-то не поняли, чтобы посмотреть еще раз. Не поняли свое отношение. Ну да, режиссер сделает свое дело. Сделает спектакль чуть-чуть непонятным, чтобы захотелось прийти и поставить. А есть, Ольга говорила, такие, которые ходят каждый раз, как идет спектакль. Да, есть такие фанаты спектакля, поэтому это радует. Вообще у Гомельского государственного театра «Кукол» очень много фанатов. Даже вот я просто по своему личному окружению знаю, люди ходят, смотрят и интересуются, и получают удовольствие. Уважаемые телезрители, у нас есть сюжет о спектакле, о премьере, которая состоялась в прошлом году, летом, спектакля «Фейбл». Внимание на экран. В день премьеры Гомельский государственный театр «Кукол» встречал самых разных зрителей. На примерный показ спектакля «Фейбл» пришли и дети, и взрослые. Среди последних было немало настоящих ценителей театрального искусства. Высокий интерес не случайен. Гармония всеобщего безумия в двух действиях. Так заявили о постановке в театральных афишах. Интерес проявился у всего местного театрального сообщества. Я как бы не избитый здесь театрал, а так время от времени посещаю. Конкретно от этого, не знаю, я даже как бы не слышал раньше, вот решил что-то новое для себя открыть. Потому что я уже чула, что вельми будет добрый спектакль, именно вид с такой ноткой авангарда. Но я думаю, что мы так само будем аплодировать и аплодисменты будут. Спектакль «Фейбл», что в переводе с французского означает «басня», поставленный по мотивам произведений французского писателя Жана Делла Фонтена. Это своеобразная попытка раскрыть природу человека. Современная музыкально-игровая театрализованная постановка выносит на поверхность глупость, красоту, страдания, страхи, ощущение бессмысленности и многое другое, что скрывается за масками повседневности. Герои спектакля словно снимают с себя все ненужное, выставляя на показ свое «я». Особую зрелищность театральному действию придали экстравагантные декорации спектакля, костюмы артистов, а также световое, звуковое, музыкальное и хореографическое сопровождение. Очень сложно сейчас определить, наверное, или сказать, что вот это чисто кукольный спектакль, это чисто кукольный, это драматический. Наверное, это больше театр, такой театр художника, театр костюмов, театр изображения, театр такой визуальный или пластический, или физический театр. Здесь много разных техник было использовано и проб за это время репетиции. Сюжеты басен взяты из реальной жизни, а также из классических произведений древнегреческих авторов, арабских сказок и старинной литературы Франции. Эти байки отражают жизнь, полную противоречий и вопросов. К тому же они полны живого юмора, комических ситуаций и трагических развязок. Современный музыкально-игровой спектакль «Фейбл» гамильчане приняли тепло, и вот уже более года он радует не только местного, но и зарубежного зрителя. У нас к спектаклю отнеслись по-разному зрители. Расскажите, как был воспринят спектакль на фестивале и вообще о формате фестиваля? Фестиваль «Юла» — это фестиваль молодежно-международно-театрально-музыкальный фестиваль, который состоялся первый раз в 2004 году. Ежегодно? Да, ежегодно. Он длился один день всего лишь, но к 2008 году он стал развиваться, и уже впоследствии длился около пяти дней, где были представлены разные страны. Такие, как вы уже говорили, Германия, Беларусь, Россия, Украина, Чехия, Австрия, Израиль. Да, формат спектакля такой, что не только там театральное творчество представлено, но и киноискусство, кинобранчи были, также фотоискусство. И завершение фестиваля было выступление групп «Братья Гримм» и «Баян Микс». «Баян Микс», да. То есть программа была очень насыщенная, и я хочу отметить, что это был хороший, достойный уровень, и этот фестиваль создавали русско-говорящие с Германией люди. То есть, в принципе, я так понимаю, что на русском языке вы общались, создавали спектакль. А организаторы являются русскоязычные люди? Но только ли на русском? Но мы немецкого не знаем. Или вы учили какие-то другие языки? А с не так ли спектаклей? Там же немецкоговорящая публика присутствовала. В спектакле? Да, в спектакле. В спектакле присутствовала немецкоговорящая публика. А вы, вы презентовались. Да, сам спектакль, он на нескольких языках французский, итальянский, немецкий и русский. Слушайте, ну и вам пришлось выучить языки, наверное, которых вы даже... Ну, конечно, не полностью, мы языки выучили, но у вас в рамках в своей роли. Больше кому-то нет, поэтому... В рамках в своей роли. Ну, кто как в школе в рамках, да, кто как... Запомнил. Какие оценки вообще получил ваш спектакль вот среди ваших коллег-профессионалов из разных стран? Следует отметить, что публика была в восторге, и они очень долго не могли отойти от нашего, так сказать, спектакля. Они нас там чуть ли не каждый день благодарили, и это было, конечно, очень приятно. И это следует отметить, что это хороший уровень нашего театра. И его, наверное, более так вот оценивают такое вот... Распространено. Я думаю, что режиссер Юрий Деваков тоже сорвал там и аплодисменты, и овации. Ну, естественно, все благодаря ему, да. Ну, вообще, классно. После спектакля там была организована встреча со зрителем. Зритель кто хотел, уходил, кто захотел, остался. На обсуждение задавали нам вопросы. Но было очень приятно, что на нашем спектакле ушло минимальное количество зрителей. Я даже вообще не видела, чтобы кто-то не уходил. Практически, по-моему, даже никто не ушел. То есть это большой показатель. Остались, да. А вход-то, по-моему, был свободный, да? То есть нет продажи? Ну, участники фестиваля свободно ходили на спектакли, а остальные покупали. Не смутила вас новая театральная площадка? Нет, все было достаточно добродушно, как-то по-доброму. Все было хорошо, то есть не было неуютно. Она просто не сильно отличается от нашей. Ну, она больше немножко, но не такая разница, как вот у нас сцена и, например, в драматическом театре. Что касается атмосферы, вот, да, тоже не было какого-то отличия. То есть все настолько было тепло и такой был теплый прием, что мы вообще различия никакого, в принципе, не замечали, даже об этом не думали. А раньше спектакль вы возили куда-то за пределы Гомеля? Именно басню. Да, вы возили в Минск на фестиваль международный. Там тоже были отмечены дипломом участника фестиваля. Вот, в мае этого года возили. Ну, спектакль уже идет, как говорится, не один год, уже второй год. К фестивалю что-то пришлось доработать, доделать новенькое. Перенесли в басню. К этому фестивалю, да. Расскажите, какая работа была проделана? Дело в том, что в рамках заявленного фестиваля нам попросили, чтобы мы сделали спектакль без антракта. И у нас в это время идет очень колоссальная перестановка, переодевание. И нам нужно... И мы придумали, не мы, а режиссер наш Юра, придумал еще одну басню и вместо антракта показали еще одну басню. О чем сюжет этой басни, которую наш зритель не увидел, я так понимаю? Да, наш зритель еще ее не видел. Она, как и все басни, двусмысленна. И каждый может ее понять по-своему. Как вы ее видели, как вы ее прочувствовали и поняли, Андрей? Два доктора рассуждали о смерти. Пока умирал больной, один говорил, надо так лечить, второй говорил, надо так. И в итоге больной умер. И не дождавшись никакого решения. Один говорит, вот видишь, надо же было так лечить. Второй говорит, да, он только смерти и ждал. Что смерть его спасла. Ну, все неоднозначно. Никто не знает, как правильно и как нужно. Да, слава Богу, что я думаю, что в настоящем нашем, в действительном мире такого, наверное, не должно происходить. И многим-многим это урок. Будем надеяться. Такие вечные бесконечные вопросы, на которых можно рассуждать бесконечно. И на один вопрос найти подтверждение, и на второй никто никогда не знает, как правильно. Особенно в вопросах, которые касаются жизни второго человека. Мишка, идти рассуждать долго нельзя. Ребят, ваш спектакль был единственно отобран для участия в этом фестивале. Почему выбор пал именно на Гобельский театр кукол? Вы же единственные были от Беларуси на фестивале, да? Да. Это была заслуга нашего режиссера Юры Дивакова. Он, вот Диана рассказывала, он до этого уже ездил на этот фестиваль, принимал участие с другими работами, со своими. В качестве актера он ездил. Да, в качестве актера. И подавал заявку, чтобы... Там он познакомился с девочкой, которая организатор этого фестиваля. Они общались, и вот он поставил, сделал у нас постановку и отослал. И шлирваны. Так получилось, да, что выбрали как бы именно наш город, наш театр. Но, наверное, все-таки неспроста, и... Это благодаря режиссеру, естественно, все это получилось. Его, ну, отправная точка, потом там еще много, кому нужно благодарности говорить. Да, но как бы... А скажите, может быть, вы знаете, среди театров Республики Беларусь в вашем театре, у вашего театра единственный диплом с этого фестиваля, либо другие спектакли тоже? Нет, есть еще... В Могилевской кукле точно есть. В Минском театре есть еще, и вот он у нас, я знаю, и в Могилевском, да? В Минск ездил туда, да? Да, да, они были, были. Чтобы вот осознать, насколько это почетно и уровень этой награды, что можете сказать? Действительно весомый, скажем, результат. Это очень приятно. Ну, это даже такой уровень, очень достойный, высокий. Ну, фестивали, которые мы обычно посещаем, это ближнее зарубежье. Украина, Россия, Казахстан, да, СНГ. На такое далекое расстояние мы, наверное, впервые выезжали. Да, первый раз. Это просто историческое событие для нас. Поэтому изначально из Мюнхена привезти диплом, это очень приятно. Это гордость, да, конечно, и гордость. Какая вообще атмосфера царила на фестивале? Познакомились ли, расширили ли свои связи, свои знакомства? Ну, естественно, как происходит на всех фестивалях. Люди общаются между собой, обмениваются опытом, исходя из наблюдений каких-то. И так вот и дружим, общаемся. С кем подружились? Диана. С кем подружились? Со всеми по чуть-чуть. Сказать, что конкретно, да, уделяли кому-то внимание. Сегодня вечером мы с одними разговорились, завтра вечером перед спектаклем с другими ребятами. Ну, чем такой молодежный формат? Он отличался от других фестивалей? Да, там определенные есть рамки, как рассказывали организаторы этого фестиваля, что участвуют люди до 28-30 лет. То есть, конечно, разный возраст может присутствовать, но в основном доминирует возраст молодежный, международно-молодежный. Интересно, конечно, в такой среде. И то, что это были не только театральные постановки, а театрально-музыкальные фестивали. Кинобранчи и фотоискусство. То есть было очень интересно. Вам понравилось. Ребята, сколько вы вообще в театре лет? Уже каждый из вас давно на театральных подмостках? Лет три года. Три, а? Четыре. Четыре. Я восемь. Восемь. Да, ну еще можно сказать такие новички. И тем не менее, скажите, что, на ваш взгляд, самое заманчивое в работе актера? И что самое сложное? Для меня самое заманчивое, ну, не знаю, заманчивое, не заманчивое, это когда ты выходишь на поклон, и ты видишь реакцию зрителя. Да. И только по этой реакции можно понять, ну, насколько, ну, оценить свою работу. Это интересный момент. Я представляю его. Можно сказать, что это розетка. Мы все-таки можем только представить себе, каково это. А я люблю очень, ну, как-то еще даже, когда училась во времена те, наблюдать со стороны, именно когда вот смотришь спектакль, посмотрел. И я не знаю, понравился он мне, не понравился, но у меня всегда такое было захватывающее чувство, когда люди, они отработали, они старались, они выходят на поклон, и эти аплодисменты. Ну, я не знаю, у меня всегда какой-то, аж слезы какие-то выступали. Такая тонкая грань, поэтому, наверное, у каждого она своя, и у каждого свои ощущения, эмоции и чувства. Ну, вот вы создаете впечатление людей, которые получают удовольствие от своей профессии. В чем оно заключается? Только ли вот в этой финальной части, когда вы выходите на поклон, и уже чувствуете зрителя? Нет, иногда сложно какие-то вещи преодолеть внутренние, чтобы погрузиться в какую-то роль, ну, в качество, характер, не дают это сделать. И если у тебя получается это преодолеть, это тоже большая радость. Ну, как бы, личностный рост происходит. Я удовольствие получаю от мелочей, от каких-то, иной раз даже от каких-то перебранок на сцене во время репетиции. Но потом, когда ты достиг чего-то, когда что-то получилось, это невероятное наслаждение. Например, вот в этом спектакле, который мы возили в Мюнхенфабль, я получаю неимоверное удовольствие именно от атмосферы, от ощущения себя в этом спектакле. Это что-то волшебное, наверное. Ну, это, наверное, чувства нужно пережить каждому. Не именно такие же, но каждый человек ищет эти чувства сам в себе и формирует их такими, как он хочет их видеть. Нам наш режиссер в этом спектакле дал форму. Вот у него были какие-то конкретные... Он прислушивался к нам, но конкретно рисунок он уже знал, что он от нас хочет. А внутренне он нам помогал, он нам давал свободу, чтобы мы наполняли эту форму, эту статику какую-то. Ну, он нам помогал. У нас не сразу это получалось, естественно, потому что для нас это было что-то абсолютно другое. Но он нам помогал наполнить это все. И когда это стало получаться, вот это почему ты стоишь вот так или вот так, вот так вот, да, очень-очень долго. Там невероятные процессы могут происходить внутри, да, и это большое удовольствие. Причем, наверное, еще секрет, что режиссер, он сказал, что я даже не должен знать, что вы там делаете. То есть это режиссер, который... Ну, я не хочу знать, я не должен знать, что вы там себе представили. И, ну... Главный результат, чтобы было. Да. Да, то есть он дает свободу такую. Я вижу в этом какую-то уникальность, потому что обычно режиссер, он что-то требует конкретное. Ну, это тоже требовало, но было. То есть он дает вам, как бы... Свободу мыслей, действий. Да, и оставляет вам вашу тайну. Да, для него актер огромный, ну, личность каждый сам по себе. Он не относится так. Да, это возможность самореализоваться. Так, как ты чувствуешь, видишь, так, как ты хочешь себя преподнести. Это очень ответственно и очень интересно, да. Но в то же время очень рискованно, но вот видите, все получается. Он знает, что он делает. Да, это человек, который знает, что он делает. Мне кажется, очень важно вот в профессии режиссера не только вот подсказать, натолкнуть, надоумить, но и не подавить что-то, да, что может вот вырасти как росточек из глубины актера. Он старается очень аккуратно. Он очень тонкий психолог, и он нам ко всем, каждому, очень аккуратно подходил. Не так вот с бухты барах, ты бабах, не умеешь. А-а-а! Нет, он как-то так... Ну, вот он находил каждому свой подход. Очень деликатно, тактично, и вот, наверное, это и зацепило то, что он какой-то не такой, как все. А раньше вам доводилось уже работать с Юрием? Нет, это впервые. Но сейчас вот он еще, да, ставит у нас один спектакль. Так, 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 поподробнее, пожалуйста, расскажите. Да, 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 о том, что ждет зрителя. Спектакль называется «Плих и плюх». Это будет, ну, вот как я сам лично выпытывал режиссера, он пытается вкраплять разные направления искусства в театр. Если первый театр фабул был театр формы, то следующий театр будет сопряжен с искусством «Дада». Это, ну... «Дада нет-нет» или что это? Нет-нет, это такое направление, то есть отвержение всех правил, всего. Но отвергая все, мы создаем тем самым все равно новые правила. И, ну, про это можно долго рассказывать. Самый Иван, наверное, у нас. Ну, в общем, я понял суть, что спектакль будет или революционным, или, ну, в любом случае, отличаться от репертуара кардинально. То, чего не было еще до этого. Ну, это как бы продолжение его дороги. Вы уже работаете над этим спектаклем, да? Да. Да, мы начали. У нас уже были репетиции и... Когда ожидается его премьера? А, премьера в 2017 году, наверное, весной. А о чем сюжет, сюжет, вот если в трех слова. Замой? Сюжет. Каков сюжет? Сюжет, ну, плехи-плюх. Там, ребята спасают собак, которые портят им всю жизнь, но они, как бы, все равно потом все в конце счет. Мужчина захотел уцепить собак, ребята спасли на свою голову, скажем так. Ну, что и как, уже не будем прям все рассказывать, что зрителям открывать тайну. Ну, ставим интригу. Для меня было очень, как бы, иногда, когда смышишь простые вещи со стороны для себя, вот, жизни семьи. То есть, когда все там друг друга ругаются, готовы убить, но при этом они друг друга любят. И все равно они остаются семьей. А это, знаете, как от любви до ненависти. И то, и то присутствует. Если чувства яркие, там есть и любовь, и гнев. А расскажите, что ждет наших маленьких, вот, ваших зрителей в праздничные новогодние дни? На Новый год у нас ставится спектакль «Белкины именины», правильно? Как на «Белкины именины». Да, новогоднее представление. Да. Ну, и перед этим представление у елки, вот, с разнообразными всякими куклами. Персонажами. С самыми большими куклами в Белоруссии, да. Обычно молодые, маленькие зрители, скажу, очень сильно любят, потому что они, все, что выше их рост, там, это ввергает в их большую радость. Да не только детей, но и взрослых, знаете, забавляют. Да, могу сказать по своему собственному опыту, что взрослые смотрят больше, чем дети. Ну да. Вот, встреча Деда Мороза со Снегурочкой. Встреча детей с Деда Морозом и Снегурочкой. Вот, а потом после этого спектакль. В общем, вы приглашаете маленьких. Да, мы приглашаем, приходите, пожалуйста, к нам. В этом году у нас будет новый сказочный персонаж. Ну, не совсем сказочный, а мультяшный даже будет. Я не буду, я буду держать все в секрете. Да я бы хотела выпадать. Кем будете вы, Андрей, кем Диана? Ладно, хорошо. Будем смотреть все воочию. Спасибо. Уважаемые гости, спасибо вам за интереснейшую беседу. Мы вам желаем творческого роста, новых побед, новых наград, ну и новых достижений на пути вашего театрального действия. Спасибо. Чтобы вы и впредь, вот, сегодня с таким удовольствием смотрели на вас, на ваши глазки, с таким горящим вот огоньком в них, чтобы вам нравилось то, что вы делаете, приносило удовольствие в первую очередь вам. Тогда и зрителям обязательно понравится. Спасибо вам. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Приглашайте нас еще. До новых встреч. Обязательно. До свидания. Уважаемые телезрители, в гостях у программы Добрый вечер, Гомель были актеры Гомельского государственного театра кукол Ольга Белопухова, Андрей Вершинин и Диана Зимцова. Дорогие друзья, еще этим Добрым вечером с вами были мы, Александр Гамолин и Светлана Князева. Мы желаем вам приятного продолжения вечера. Всего хорошего. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»